История Поля Совсем недавно его именем пестрели первые полосы газет. В 2014 году Поля задержали на российской границе, когда он вез с собой книги. Была предъявлена статья «Контрабанда антиквариата», и Поль получил три года реального срока, который ему пришлось отбывать в России. В 2016-м его экстрадировали в Эстонию и через три месяца выпустили на свободу. У тебя появилось желание все описать, написать книгу какую-то? Ну, в этом смысле как раз цифровые технологии помогают, потому что нужен такой дружеский пинок взад. Это не будет хронологическая история сидельца, страдальца и бедолаги. Это будет совсем другая история. Это будет история совпадений, скорее всего, потому что именно так я воспринимаю жизнь, жизнь как сюжет. И все, что происходило со мной до тюрьмы, во время тюрьмы и происходит сейчас, это является неразрывной частью моего сюжета жизни. Ну, вот, в общем-то, я думаю, что книга так и будет называться «Дневник совпадений». Поль закончил 26-ю школу имени 28 героев-панфиловцев, а в 1990-м году поступил в Тарту на отделение русской филологии и семиотики. Как ты можешь сейчас сказать про себя? Ты поэт, писатель, коллекционер. Кто ты? Я, скорее, безработный поэт, наверное, так. Но вообще я свой среди чужих, чужой среди своих. И само нахождение одновременно в двух мирах – это пограничное существование или лиминальное, как любят говорить филологи и семиотики. То есть ты существуешь по обе стороны границ. Среди друзей, занимавшихся бизнесом, почему довольно успешным, это логистика, это большие деньги, все серьезно. Я просто помню прекрасно, когда в каком-то состоянии градуса они говорили «Эх, Поль, как тебе повезло, как же хорошо, ты занимаешься своим любимым делом, не то что мы, эти вонючие деньги, эти ужасные клиенты, как нам все это надоело, а вот ты занимаешься прекрасными книгами». Я говорил «Да, да, да». Когда я сидел с какими-нибудь полунищими поэтами, они говорили «Как же тебе повезло, Поль, у тебя есть целый книжный магазин». С 1996 года Поль занимается продажей книг. С 2000 по 2013 годы его магазин на Нарском шоссе был одним из оплотов таллинской культурной жизни. Куда в настоящее время движется литература, как ты считаешь? У меня было большое сомнение, что эта профессия, этот род деятельности, как писателя, так и какого-то человека, кто помогает писателям, книжного продавца, имеет право на будущее. Но мне казалось, что в принципе все ушло в цифру, и у людей нет времени, и все заняты очень быстрым переключением реальности, и на этом все завершается. Но сейчас я вышел и смотрю, вот у меня, во-первых, огромное количество друзей, которые до сих пор, во-первых, они нарожали новых детей, им нужны новые книжки детские, им нужно входить в этот мир не через интернет, а через картинку, через фактуру, через бумагу. Это как минимум. Кроме того, наши писатели, вот Саша Лебуркин, мой друг, который посетил наш город Таллинн. Меня зовут Саша Лебуркин. Я хочу прочитать для вас свой рассказ, который называется «Воспоминания о Байроне». Мы сидели с поэтом Женей Мякишевым в пассаже напротив Владимирской церкви, пили кофе. Я смотрел на проходивших мимо, хорошо одетых, красивых людей, на новую, прекрасно изданную книжку стихов Жени, взглянул на его спокойное, безмятежное лицо и вдруг вспомнил о Байроне. Женя, сказал я грустно, не пора ли нам записаться в ополчение? Дурак ты, Лебуркин, лениво ответил поэт. Он достал из сумки табак и неторопливо стал скручивать сигарету. На самом деле существует большая проблема, нехватка времени обычно у людей. И как раз в тех местах изоляции или заключения, в которых я оказался, со временем был полный порядок. Здесь мы были все миллионерами, у нас было множество, миллионы минут для прочтения книг. Я читал и классику, которую пропустил в свое время, и те вещи, которые меня отпугивали своими размерами. Например, «Шантарам» — толстенная книга, которые, тем не менее, стоят, наверное, того, чтобы ее прочитать, несмотря на толщину. Также и продолжение «Тень горы». Более ценным в таких местах кажется то, что основано на реальном опыте, а не высосанное с пальцем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова